Приветствую вас, дорогие мои любимые, Новгородская область. Я приехал за боровиками и подосиновиками, да и за самыми красивыми грибами сосновый бор. Решил как-то сегодня необычно поздороваться с вами, чтобы было вам интереснее, да, и поздороваться я решил вот с таким замечательным, одним из самых красивых грибов, боровик сосновый. Вообще вот данный экземпляр один из самых крутых в моей жизни, такой крупный, такой шикарный, красивый. В общем, начинаем нашу грибалку, будет просто бомбошоковская поездка, будут супер урожаи, самые красивые грибы обязательно вам покажу. Практически все будут красивые, уверен. Смотрите, наслаждайтесь, а этот грибочек, конечно, я вытаскиваю. Вот на фоне моей головы. И посмотрите, какой он идеальный. Ну чудо просто. Вот один такой гриб и уже полкило, наверное. Но он не полкило весит, грамм 300 весит. Шикарный, крепкий, тугой. Супер. Пойдемте быстрее за такими красавцами. Даже еще в лес зайти не успел, друзья. И посмотрите, какой красавчик меня встречает. Тут все мокро, пролило, видимо. И вот такой вот шикарный боровик. Пойдемте, посмотрим еще таких красавцев. Вот очень хорошо прошел дождь, и поэтому грибы, такое ощущение, стали еще ярче. Они и так уже были яркие, хотя и до этого дожди шли. Но сейчас они прямо уже осенние. Вот особенно боровики. Но вот это подосиновики попались. Но посмотрите, какие красивые. Наши любимые красноголовики. Вот. Жиробасики. Вот такие вот. Сейчас я вот так уберу. На фоне леса хочу показать. Эту сказку. Пойдемте дальше. Лес манит. Какая красота в лесу, посмотрите. И прямо вот здесь. Сегодня очень тепло, кстати. В отличие от того дня, когда было солнечно вроде как бы. И ночью там стукнуло что-то плюс 7, плюс 6. И вот такой вот шикарный боровик. Царь. В зеленом ху. Он здесь не сверх глубокий. Поэтому гриб высокий, но не настолько высокий, каким мог бы быть. Вот такой красавчик. Ну а мы продолжаем идти в эту сказку. Ой, как я люблю сосновых барах. Я готов здесь жить. Вот здесь прям дом надо иметь и все. И мечта сбудется окончательно. Я думаю, что к этому обязательно я в своей жизни приду. Шикарное место. Здесь очень много таких вот иголочек. Такой вот опад сосновый. И такие грибочки. Толстоногие. Как в Карелии. Вот. Я люблю вот такие грибы. Ох. Ну не чудо ли? Ой, как игрушечные, друзья. Прелесть такая. Так. И мы идем дальше с вами. Потому что они уже стоят семьями. По 2-3 гриба. И вот это, конечно, чудо. Так. Давайте вот так вот мы сделаем. А. И вот с этой стороны я хочу вам их показать. Вот они, да? А если мы попробуем увеличить. А. И вот так мы его. Их сорвем сейчас. Так. Выкрутим. Подкрутим. А. Эти. Закопали. И вот с полянки у нас с вами 3 грибочка. Да, друзья. Понимаю, что не Сибирь. Не так, как косит. На одном грибном канале. Целая семья счастливых людей. Молодцы. Да. Боровика там немерено. Но я скажу вам так. Так, если бы я жил тоже в таких краях, даже здесь, если бы у меня было бы жилье, я бы, в принципе, мог бы собирать точно такие же грибочки. Посмотрите, какие бочонки. Вот это уже толстенькие. Но скажу честно, в Сибири они намного крупнее. То есть, такие же крупные, как в Карелии. То есть, когда я поеду в Карелию, вот тогда уже можно будет как-то что-то примерно такое, а может быть, даже лучше собирать. Потому что там тоже гриб красивый, мощный, каменный. Здесь не все такие экземпляры. Но тоже шикарно. Видите, какой сосновый бор. Весь упитанный влагой. Здорово. Но мы продолжим собирать грибочки. Вот здесь вот бело-зеленый мох. И я поворачиваюсь вот сюда. И вижу, сидит. Да как сидит. Всегда интересно, что это за золото. Какого оно размера. Длинноногий на белом ху. Здесь белый мох такой достаточно глубокий. Больше напоминает форму. Ну, ножка. Как у березового белого. Но это боровик. Ой, дух захватывает. Дух захватывает. Друзья, держитесь. Выпейте валидола. Чтобы вам лишь бы плохо не было. Прошу вас. И спасибо, если завидуете белой завистью. Это важно. Потому что, ну, у всех у вас есть всегда возможность собирать такие грибы. Я тоже живу в Москве. Ну, что, в Москве, что ли, у нас боровики растут? Ну, выезжаю для того, чтобы получать максимальное удовольствие от жизни. Она настолько короткая, эта жизнь. Что, думая только там, не знаю, о работе, о деньгах. А о себе нисколечки не думая. Так жизнь и проходит. А где был? Получил ли ты удовольствие? Отдыхал ли ты? Путешествовал ли ты? Поэтому задаешься таким вопросом. Оказывается, нет. Поэтому обязательно уделяйте себе время в том числе. Получайте максимальное удовольствие от сбора грибов. От отдыха, от рыбалки. От просто там, не знаю, путешествий. И так далее. Состояние гриба. Идеально. Ни единого червяка. Очень хорошее качество. И это радует. Тишина. Спокойствие такое, хорошая тишина такая. Ничего не шумит, кроме ветра. Ни единой души. И посмотрите. Я его приоткрыл, чтобы вам было видно, какой боровичок на белом ху. В каждом фильме я говорю о том, что грибы выкручиваются, либо срываются целиком. Грибница от этого не страдает. Каждый год они растут. Хотя каждый год мне говорят, что на следующий год я ничего уже не найду. Ну, друзья, ну что поделать. Люди все разные. И малограмотных хватает. И умных людей. И тех, которым объясняешь. А им что в лоб, что по лбу. Все равно из года в год одно и то же. Причем только в нашей стране. Во всех странах давным-давно срывают грибы целиком. А у нас еще остались те, кто думает, что надо срезать. Ой, ладно. Продолжим. Ходим, бродим, друзья, вместе с вами. Ищите грибочки. Может быть, кто-то уже видит. Они точно есть. Вообще грибочки в принципе есть. Здесь очень много разных грибочков. Но впечатляет именно вот этот красавец. Впечатляет именно он. Среди цветущего вереска. О! Легко отошел на поверхности. Потому что в белом ху. Ну вот такой вот. Красавец. Ой-ой-ой. Вот. Бочоночек. Может еще пособираем грибочков. Может быть, вы сейчас найдете мне. Пойдемте, пройдемся. Пойдемте, поищем их. Вместе с вами. Возможно, тут еще будут. Видите, они сейчас полянками практически. Ну как, стоят полянками. Но в основном вот одиночные. Вот. Но достаточно часто попадаются. Сегодня я, скажем так, налегке пошел за грибами. То есть нет такого, что я прям конкретно, как я обычно это делаю. Сегодня я решил так пособирать. У меня двухдневный поход. А вот завтра уже с утра это будет настоящая такая грибалка. Более такая плотная. И я думаю, что завтра я соберу больше грибов. Хотя и сегодня должно набраться нормально. Вот в сторону можем пройти. Ищите, друзья. Может, вы уже нашли. Но не забывайте, что очень много красной коры. Сосновых барах. И всегда кажется, что я что-то пропустил. А на самом деле это просто кора. Вот так оно бывает. Вот, например, вот это, кажется, что-то краснеет. А это всего лишь тут высохший папоротник это был. А вот тут по-настоящему что-то краснеет. Опа. Вот так вот. Но это уже такой взрослый гриб. Его нужно сразу же чистить и смотреть. Если куски чистые, тогда мы возьмем. Можно будет суп свежий сделать. Если нет, то даже брать не буду. Оставим диким зверем. Которые, в принципе, белые грибы редко едят. В основном красные мухоморы. Поэтому те, кто думает, что мы грибов там не оставляем. 99% грибов всех, которые существуют в лесу, они все остаются. Потому что человек собирает, ну, 1-2%. В лучшем случае 2% всех грибов, которые есть в лесу. И то, думаю, что меньше. Нашел еще пару бочоночков вот таких вот шикарных. Хотел вам показать. Это уже как карельские. Замечательные грибы, боровики. Вкуснющие и красивейшие. Самые мои любимые. Гуляем вместе с вами. По этой беломошной сказке. Какой лес, такие и грибы. Лес сказочный. Соответственно, грибочки тоже сказочные. О, как он прикрылся-то за вереском. О, что это? Друзья, посмотрите. Ох, друзья. Это грибной оргазм. Что уж тут говорить. Так оно и есть. Это просто чудо из чудес. Никакие другие белые не сравнятся с царем. Настоящий белый гриб-боровик. Растущий в сосновых барах. В отличие от других белых, он растет исключительно в соснах. Ну и на югах, в грабах и буках. Ну это 1% из 100. То есть, вся средняя полоса, весь север. Называет этот гриб царем всех грибов. И 99% любят его больше, чем обычный белый гриб. Но найдется 1%, который любит обычный белый гриб. Я даже в Карелии таких встречал. Была одна бабуля спрашивала. А вы не находили белые грибы обычные? Я даже удивился. Я говорю, да их мы. Мы их и в Подмосковье собираем. И даже в Москве. Зачем нам ехать за ними? Такие царские боровики и вкуснющие. Ну вот ей нравится именно белый обычный. Ну на вкус и цвет. Я как бы салендарен с мнением большинства. И обожаю боровики. Ни единой души, друзья. Такая красота. И смотрите, что я вижу. Иду вперед. Видите вот эту шляпу? Она торчит. Она видна. Из белого мха торчит. Красота неземная. Нереальная. Ооо. Смотрите, как стоит. На фоне леса смотрите. Опа. Ух. Глубокий. О какой. Все грибочки разные. Поэтому их всегда интересно фотографировать. Снимать. Каждый из них красив по-своему. Но у этого шляпка прям цветом как. Карельский. Но карельский еще темнее. Но очень красивый. Гриб. Мокренький. Свеженький. Пойдемте еще искать такие. Собирать. Хотел показать вам, что нашел еще и белые березовые грибы. Абсолютно идеально чистые. Вот я всегда говорил, что березовые белые в сосновых барах я люблю больше, чем которые растут в березах. Посмотрите, они такие красивые, желтоватые и чистенькие. Абсолютно идеально чистые. Класс. В коллекцию, в корзину. Опа. Что это рядом с корзиной стоит? Так. Кто такой? Бомба называется, да? О, какой шикардосный, а. Сейчас полезет в такую корзиночку. Промежуточный результат. Вы все видите сами, друзья. Красота в корзине. Гуляю по сосновому бору. И вот прям случайно увидел гриб. Уже думал, не найду. И вот только что я прошел. Его с той стороны не было видно. Потому что с той стороны он был закрыт мхом. А теперь посмотрите, как он спрятался. Это темный такой боровичок. Вот такие я люблю. В Карелии их много. Они там еще чернее. Потому что в иголках такие. Место другое, естественно. Там они и другие. Но какой красавец. Бочоночек. Царский гриб, друзья. Один краше другого. Вот напишите в комментарии, пожалуйста. Вот на какой секунде вам понравился. Минута, соответственно, и секунда. На которой вам понравился гриб. Который вот больше всех понравился. Напишите в комментарии. Интересно вас послушать. Какие у вас мнения. Кто какие грибы любит. Прямо минута и секунда. И пишите. Лучший гриб этого видео. Я с удовольствием прочитаю, посмотрю. Вот так бы крутил его. И смотрел на него бесконечно. Под шляпкой вообще просто. Бомбовский. Бомбошоковский. Так бы я сказал. Я хотел сказать, что также попадаются подосиновики. И довольно-таки часто. Но я в основном баровики показываю. Потому что иначе я вообще буду тогда больше снимать, чем собирать грибы. Вот такой вот попался. Вот в таком глубоком мху. Смотрите, как у меня рука уходит. Я даже не представляю, какой он высоты. После этого. Смотрите внимательно. Видите, торчит как. Теперь смотрите. Он просто идет вверх. Моей рукой. Оп-оп-оп-оп. Вот смотрите, какая нога длинная. Не у всех-то мощных. С огромными шляпами. Такая высота. А у него высота в районе 20 сантиметров. Чтобы вы понимали. Ну вот сделаем мы вот так, наверное. Смотрите. Вот моя рука. И он длиннее моей руки. Мои ладони имеется в виду. Смотрите. Ну, такой же, грубо говоря. Вот сантиметров 20. В длину. Обалдеть. Красавец какой. Длинный солдат. Вот здесь такое место. Поваленное дерево. И вот здесь вот растет такой красавец. О! Шикардосненький. Оп! Смотрите как. Какой красивый. И толстоногий самое главное. Вот такие подосиновички я очень люблю. Конечно же, в корзину. Это кто? Два красавчика, друзья. Боровичка. Как игрушечные. Супер. Друзья, почистил я эти два боровичка. Ну, когда идеально, тогда идеально. Без комментариев. Божественные грибы. Вот такие боровички я очень люблю. Смотрите. Черная шляпка. Вот так, как лампочка. Вот так выкручивается. Оп! Каждый раз здесь есть грибы. Больше не пишите комментарии, что на следующий год не вырастет. Почитайте книги. Вообще изучите хоть грибы. Чтоб такую глупость больше не писали. Стыдно должно быть не знать элементарных вещей. Не то, что каждый год собираю. Каждый день собираю грибы. И все срывают целиком. Уже темнеет потихонечку. А боровички продолжают достаточно часто попадаться. По одному, по два, по три грибочка. По-разному. И вот попадается вот такой слон. Настоящий слоняра. Да. Вот такой вот вообще очень приятный. Находочка классная. Ну а это бонусом. Ночной гриб. Вот такая вот концовочка шикарная. Боровичком. Дорогие друзья, уже потемнело. И я, как всегда, не могу закончить тихую охоту вовремя. И давайте посмотрим, какой у нас итог. Смотрите. Белые грибы обычные внизу. Боровики. Подосиновики. Все молоденькие, крепенькие. Взял только вот этот такой вот. Ну, раскрытый, но при этом молодой, с белой мякотью, чистенький. Остальные все посмотрите, какие шикарные. И внизу точно такие же. И вы увидите, какие они чистенькие. В общем, полная корзина отборных грибов. Я успел сегодня и нафотографировать, и наснимать кучу видео. Поэтому я надеюсь, что я вас порадовал. Первый день грибалки окончен. Сейчас в машину спать. И с раннего утра стартуем собирать по полной программе. Надеюсь, грибов будет еще больше. И попробуем более разнообразно пособирать. Не только боровики и подосиновики, но и маслята, лисички. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, успею ягодку собрать, бруснику. Ну, а с вами был Армен. Если ролик заслужил, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С удовольствием отвечу на них. Ну, и, конечно же, приглашаю вас на свой инстаграм. Посмотрите, какие фотографии я туда сейчас скидываю. И если вы оцените и посмотрите, они вам понравятся. А я уверен, что они понравятся. Подписывайтесь на инстаграм тоже. Буду рад вас видеть там тоже. Я же с вами прощаюсь, но ненадолго. Ждите вторую часть. Она выйдет следом за первой частью. Ну, а все ссылки будут указаны в первом же закрепленном комментарии под видео. И в описании под видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»